В фойе Дома культуры железнодорожников немноголюдно. В зале только самые близкие артистам люди и жюри. Смотр конкурс подразумевает под собой узкий круг участников. Нашей съемочной группе удалось таки попасть на музыкальный фест, чтобы посмотреть, как же на самом деле определяют лучшие коллективы района. Ведущие коллективы, как я знаю, верхницы принимают участие, представители газопарата, хороший коллектив, наши средние школы, ну и солисты, которые сделали желание поучаствовать в этом конкурсе, приуроченный, естественно, этот фестиваль приурочен к 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Музыкальное состязание организовано администрацией Ленинского района. Любовь к музыке собрала на одной сцене около 50 коллективов ведущих предприятий и организаций района. Ансамбль «Ранница» Брестского вагонного участка Брестского отделения Белорусской железной дороги, Народный ансамбль «Вербница» Брестского филиала Республиканского унитарного предприятия «Белтелеком», вокальный ансамбль «Средней школы номер 27». Хоровая группа учителей «Средней школы номер 20» участвует в подобных музыкальных состязаниях впервые. Несмотря на пока небольшой репертуар, музыкальный коллектив развивается и постоянно выступает перед гостями своего учебного заведения, а в этот раз ансамбль решил покорить районную сцену. Мы пели для нашего коллектива и вот настолько были объединены этой идеей петь и выступать, что, получив приглашение принять участие в конкурсе, мы решили представить нашу школу. И после уроков мы с удовольствием собираемся и с коллегами, которые по духу близки друг к другу, мы поем. Патриотическая направленность конкурса не смутила его участников. Как рассказывают вокалисты, песни о родной Беларуси есть в репертуаре каждого. Они считают, что петь о своей стране – вот главная задача исполнителя, а значит, песням о родине – быть. Я на самом деле пою 15 лет, я стараюсь, ну практически всегда я пою патриотические песни, потому что это красиво, это… Ну, мы поем о нашей стране, этим надо гордиться. У нас самая лучшая страна. Анастасия Назрин-Плотницкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.